Двадцатка встает под щетки портальной автомойки всего на несколько минут. За это время кузов оттирают до блеска. Конвейер чистоты работает в усиленном режиме. В городе месячник по благоустройству, идеальное состояние трамваев, вклад, который хотят внести сотрудники депо в общее дело. В пределах месячника, который начался 1 апреля, мы подвижной состав помоем весь и не один раз. И плюс идет усиленная уборка внутри салонная. Какая машина выходит в рейс, от этого зависит не только ее внешний вид. Частота в городском транспорте создает настроение, а это и залог здоровья и производительности труда. В северном депо 143 трамвая, а всего в городе отмыть от зимней спячки надо 424 машины. Подвижной состав обновляется, но есть и такие экземпляры, которые на рельсах середины 70-х годов прошлого века. Вагон типа Т3. Эту машину по праву можно назвать трамвай из прошлого. Многие работают на линии уже по 40 лет. В 15-м году проводилась модернизация этих трамваев. Это когда старым оставался только кузов, а все электрооборудование заменялось. Совершенствуется и система обслуживания трамваев, но до сих пор самым надежным инструментом мойки является вот такая вот щетка. Щетка и руки уборщика – то, что поддерживает порядок в салоне. Валентина Павловна раньше работала водителем. Стаж 36 лет. Потом из-за профзаболеваний перешла в мойщицы. Теперь ее мечта, чтобы пассажиры следили за порядком в транспорте, как у себя дома. Бумажки оставляют. За сиденье сюда бумажки суют. Постоянно. Ноги ставят на подножки, на отопление. Сначала потолок, потом окна, стены и пол. Последними отмывают ступени, оттирают все надписи. В чистом трамвае и дышится легче. Приятно, конечно, приподнятые. Пассажиры довольны. А это значит, что мойщики выполняют задачу не менее важную, чем водители и специалисты по техническому обслуживанию трамваев. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События.